Всем привет! Совсем коротенькое видео. Я уже как-то давно где-то примерно с год назад показывал такие вот дюпеля китайские универсальные классные. Они пятигранные, то есть хорошо подходят под любую для любой стены. И кроме того, в отличие от обычных, которые у нас продаются, эти дюпеля можно использовать, то есть по два, по три штуки забивать. То есть вот таким образом. Я тоже как бы на обзоре показывал. Если это один, ну если длинный саморез и глубокий, то в принципе по два штуки можно. Но в данном случае я сейчас их использую для маяков, поставления маяков. Очень классно. То есть вот он уже забит. Осталось только закрутить саморез. Я делаю штукатурные маяки и подготавливаю сейчас по уровню все. То есть вот он стоит, нивелир. И к чему еще видео. То есть вот эти вот дюпеля очень классно подходят для того, чтобы, кто занимается большими объемами, ремонтами, именно под маяки. Вообще супер. То есть сюда закрутится любой саморез. Для маяков саморез нужен только для того, чтобы выставить уровень. Там не будет никакой нагрузки на него. То есть достаточно одного вот такого дюпеля. Стоят они копейки в Китае. В отличие от тех, которые продаются обычные дюпеля у нас. Вот. Также еще вот, кто видел на последней распаковке, да. Не, не на последней. Ну как-то было. То есть мне китайцы прислали такой подарок. Я выпросил. И вот эту вот отвертку я как раз использую для того, чтобы закручивать саморезы. Она очень хорошо справляется с этим. Отвертка. Здесь, ну, обороты небольшие. Здесь для того, чтобы закрутить саморез, большие обороты не нужны. Нагрузка не нужна. И вот буквально элементарно выставляется по уровню все. Стоит его закрутить, саморез до линии. В данном случае я вот сейчас смотрел и мог понять, почему линии нет на саморезе. Где-то есть вот, видите, как бы пробел в руке, если смотреть. И не мог понять, что такое. Оказывается, вот чуть-чуть угол, вот этот, на нивелире. И как раз в этом месте попало на саморез. И не видно линии. Придется либо его чуть выше пересверлить, либо ниже. Либо подставить очень удобно какую-то белую картонку. Ну, или просто картонку, чтобы было видно, как. Сейчас покажу. Вот, допустим, видите. Вот этот пробел, как раз. Ну, это, наверное, один случай из тысячи, чтобы попало на саморез. И вот таким образом подставляется какая-то часть и выравнивается саморез по линии. Сейчас другой закручу. С той стороны, я думаю, вряд ли попадет. Такого просто не может быть совпадений. Ну, вот, если заметно, вот она как раз, линия по саморезу. Это уровень по шляпке равняется. Вот таким образом. И все саморезы закручиваются. Мне получается, я обычно сверлю по 4 штуки на стену. Как ставить штукатурные маяки, я тоже делал подробный обзор. И показывал свое приспособление, что придумал. Как ровно делать именно штукатурные маяки. Чем они хороши? Тем, что можно выставить вообще в ноль. Вывести ни один маяк металлический такой. И возможности не дает. Любой маяк идет, кажется, от 6 миллиметров. А штукатурный маяк можно поставить хоть от миллиметра. Без проблем это все делается. Сейчас вот там вот покажу. Саморез практически под шляпку закручен. Вот он саморез. Чтоб вы видели наглядно. И вот шляпка. Здесь, ну миллиметров 5, наверное. Это заметно, что еле-еле полоса бьется уровня. И шляпка практически полностью в стене закручена. То есть здесь меньше 6 миллиметров 100%. Миллиметр 4-5. То есть ни один маяк металлический так не поставишь. А штукатурный маяк ставится без проблем. Главное, все саморезы выставляются по уровню. Здесь вот видите, насколько выходит саморез. Так что вот эти вот дюпеля очень классные. Именно для установки маяков. Ну и соответственно, если что-то прикрутить под саморезы, самое то. Они есть там и на 6, и на 8 толщина. И кстати, в некоторых фирменных вещах, товарах, я сам видел, именно кладут вот такие вот дюпеля. Что-то из сантехники, либо из каких-то там полок, или еще чего. Именно вот такие шестигранные, пятигранные, точнее, дюпеля кладут. Вот, ну, собственно, продолжение ремонта. Сейчас эту стену надо будет маяки поставить. Я еще знаю для чего. Чтобы выровнять вот эту часть. Это здесь, чтобы определить, как ляжет плитка на пол, на этот. Потому что хочу положить плитку. Соответственно, здесь будет еще как бы выступать. И нужно именно поставить маяки, отштукатурить вот эту часть, чтобы видеть край ступеньки. Именно по краю будет ложиться плитка. Просто так ее нельзя положить, потому что неизвестно, сколько потом надо будет выравнивать. Так что сначала делаем вот эту часть в первую очередь, ну, под ступеньку, да, чтобы выровнять. Потом плитка, и потом еще будет ступенька вот здесь ниже ложиться, делаться. Здесь высота большая, чтобы не сильно высоко было, а еще будет одна ступенька вот таким образом. Где-то, ну, до сих пор наполовину. Это такое вот небольшое отступление для тех, кто планирует, чтобы имели в виду. Ну, вот, в принципе, и все. Рассказал даже больше. И немного показал процесс работы дальнейшей, ну, и, соответственно, работу некоторых инструментов и отвертки WORX, и нивелира, и депелей. Будут вопросы, спрашивайте. И до новых встреч.